Добрый день! Слушайте, начать наше занятие. Сегодня, как вы думаете, занятие посвящается наше великому сказочнику, значит, Гансу Христиану Андерсону. Ганс Христиан Андерсон, если вы знаете, вот есть его произношение, его фамилия, написание его фамилии, имени, да, значит, есть вариативность. Так что, ближе, значит, если будем произносить к датам, то есть дончанам, да, это будет Ханс Христиан Андерсон, а значит, все-таки вот этот Ханс Христиан Андерсон для русского языка, это как бы неудобство создает, поэтому вы можете знать просто вот эти вариантные произношения его имени, отчества, да. Так что, ближе к нам Ганс Христиан Андерсон, понятно? И такой, и такой вариант будет правильный. Так что, сегодня у нас лекция будет, значит, с элементами диалога, то есть мы в интерактивном режиме с вами будем беседовать, понятно? Значит, заранее вы получили задание. Так что, давайте сейчас начнем мы нашу лекцию. План лекции записывайте. План. Значит, жизненный и творческий путь. Жизненный и творческий путь. Второе, значит, творчество Ганса Христиана Андерсена. Ну, как обычно. Как обычно. Ганс Христиан Андерсон. Датский писатель. Автор всех известных сказок для детей и взрослых. Да? Я могу продумать, конечно же. И его самые такие великие, я не знаю, я могу сказать еще, актуальные такие, популярные, как модно говорить, топ. Топ, в который в топ входит, это пять таких сказок. Давайте назовем. Давайте. Галки утенок, да? Новое платье короля. Еще. Дюмопочка. 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 Снежная королева. Дюмопочка. Снежная королева. Снежная королева. И олавянный солдатик. Да? Русалочка, да, вот это все вообще вот эти вышеназванные сказки входят в топ, можно сказать. То есть топ это самое лучшее. Значит, об этих сказках знает весь мир, можно сказать. Давайте слово предоставлю вам, потом подытожим мы с вами. Канц Христиан Андерсон родился 2 апреля 1802 года в городе Адензе в острове Фюрн. Отец был из бедной семьи, отец работал башмачником, а мама была простой прачкой из бедной семьи. Из-за его психических отсутствий он не мог ходить в обычную школу, потому что тогда в обычной школе практиковалось наказание. Физическое, да? Да, физическое наказание. А мы продолжаем. Он написал многие произведения, песни, и на его эти произведения снимались фильмы. Можно еще добавить? Он был слишком восприимчивым. Да, я верю. Так, Алина? Интересные факты об Андерсене. Андерсон с детства был таким, как вы сказали, что он был слишком таким застенчивым, замкнутым ребенком. И даже он в обычную школу не ходил, а его отдали в еврейскую школу, где физическое наказание было не запрещено. Да, запрещено. Да, да, не допускались. У него такая вот странная болезнь, да, то есть боязнь детей. Он не любил их. И даже он думал, что дети могут сделать покушение на его жизнь. Прям вот так он слишком боялся. И он даже боялся не детей даже, а взрослых тоже. У него было, как сказать, немножко трудное общение с взрослыми людьми тоже. Потому что он с детства был таким мальчиком голубоглазым. Таким, у него нос такой, фигура у него такая. Долгопязая. Значит, он жил один, единственным ребенком был. Но когда родители находились, например, на работе, зарабатывали на жизнь, да, а он самостоятельно, как говорится, самостоятельно делал куклы. И самостоятельно он сделал маленький театр. И он общался с этими куклами. Понятно? Теперь, кроме этого, значит, когда ему было 14 лет, когда ему было 14 лет, значит, он уже давно остался.